Самара ГИС Эти и многие другие вопросы будут затронуты в прямом эфире. Звонки в прямой эфир будут осуществляться по телефону 202-11-22. В активную фазу в ходе строительства станции метро «Театральная» говорится в телеграм-канале руководителя пресс-службы мэрии Елены Рыжковой. Долгожданная станция соединит отдаленные районы с историческим центром. Набережная, театр, музеи, городские фестивали и праздники, офисы и рабочие места, архитектура и уникальная атмосфера центра Самары станут еще ближе. В этом году юбилей Самарского метро 35 лет. В связи с этим планируется новая серия материалов об истории станций и строителях. Поделиться интересными фактами, фотографиями о Самарском метрополитене могут и жители города, а также историки, краеведы, урбанисты. Все, кому интересны темы истории и развития метро. С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платеж для организации предпринимателей, информирует телеграм-канал Кировского района. Налогоплательщикам будет достаточно внести средства на единый счет, указав только два реквизита – сумму платежа и ИНН. Перечисленные денежные средства будут автоматически распределяться налоговыми органами в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной очередностью. Более подробную информацию можно получить по опубликованным ссылкам. Минэкономразвитие предлагает запустить новый кредитный продукт для бизнеса на основе совмещения двух инструментов – субсидирования процентной ставки и льготного фондирования по программе стимулирования кредитования, сообщает в телеграм-канале Красноглинского района. Это позволит предприятиям получить инвестиционный кредит для перестройки и производственных процессов и развития импортозамещения сроком до 10 лет. Для среднего бизнеса ставка составит 3%, а для малого и микробизнеса – 4,5%. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы были отобраны обрабатывающие производства, переработка сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова